Артак и Саян житель одного из самых русскоязычных городов Литвы – Клайпен. Артак по профессии филолог в литовской армии с 2015 года. Дослужился звание старшего лейтенанта, корректировщика артиллерийского огня и замкомандира роты в мотопехотном батальоне. С Артаком мы поговорили о том, как из филолога, любителя книг о фэнтези, он стал кадровым офицером вооруженных сил Литвы. В армии Артак оказался в 2015 году, когда после аннексии Крыма Российской Федерации Литва вернулась к армне по призыву и многие молодые граждане страны получили повестки для прохождения срочной службы в вооруженных силах. По словам Артака первое, чему его научили в литовской армии – это то, что в ней все равны. Я помню очень хорошо слова нашего командира батальона, который сказал, что ему не важно, какая у нас национальность, кто мы, на каком языке говорим. Ему важно только то, что мы все дали присягу, мы все носим униформу военнослужащих Литвы, и ему этого достаточно. Жизнь бывшего филолога в армии сделала крутой поворот. Начались марш-броски по пересеченной местности, по лесу, стрельбы. На туре своей я не очень любил спортом заниматься. С малых лет я как-то больше любитель книги читать. Приедя в армию, естественно, физическая подготовка была слабая, и вот это, наверное, была самая большая трудность, которой я столкнулся. Впрочем, старший лейтенант до сих пор помнит тот момент, когда он, будучи срочником, забыл взять с собой флягу во время морж-броска в жаркий летний день. Мы должны были ехать на стрельбище, и было одно упражнение, где мы в полной боевой кикеровке должны были милю пробежать, а потом выйти уже на стрельбище и там стрелять, проходить задание. И после него, это было лето, почему-то я воды не пил в тот день мало, и так получилось, что да, пробежать-то мы пробежали, а потом, когда пошли уже стрелять, я, получается, на некоторое время сознание потерял из-за дехидратации. Артак вспоминает, что помощь ему оказали молниеносно и сержанты, и коллеги из ввода, а после устроили олимпический разнос. Урок пошел впрок, а карьера пошла вверх. В 19-м году, да, уже будучи в артиллерийском батальоне, я отправился на курсы в академию, у нас проходили эти курсы полгода, их закончил и вернулся уже командиром группы передовых орехтировщиков, лейтенантом. Ну и вот три года почти, да, почти четыре года, с 19-го года я служил в артиллерии, а сейчас ротация, и вот вернулся немного снова в пехоту. Служба в армии изменила личную жизнь Артака. С ним рассталась его девушка, которая не дождалась его возвращения со срочной службы. С новым познакомился спустя четыре года. Я в 19-м году, когда пришел на службу военную, призывником, а моя на тот момент девушка, она, видимо, может, не до конца поняла, что она, ей показалось, что я на 9 месяцев уйду и не вернусь домой больше. Ну и получилось так, что мы расстались, мне кажется, спустя несколько недель, пока я был на призыве. Ну и потом уже спустя, да, почти четыре года, я потом уже нашел другую девушку, встретился и сейчас до сих пор живем. Познакомились мы в клубе настольных игр в Клэпиде, она пришла с группой играть в одну настольную игру, я был ведущим в этой игре. Ну вот так мы и познакомились. Потом уже позже она узнала, что я военнослужащий, когда сказал, что мы в график, пытались договориться по поводу графика следующей игры, я сказал, что я уезжаю на учение. По словам Артака, жизнь профессионального военного – это жизнь, разорванная между службой в военных частях, в разных уголках страны и на разных полигонах. Но любимая женщина принимает и понимает сделанный им выбор. Бывает, конечно, моментами тяжело ей, но она понимает прекрасно, что такой мой выбор, это моя профессия, и когда уезжаю на учение, ну, ничего не поделаешь. Бывает моментами, можно, конечно, если выпадает минутка, позвонить, естественно, сразу звоню ей, поговорить. Тем молодым людям, которые хотели бы начать службу в армии, Артак советует прежде всего хорошо подумать, оценить свои возможности и только тогда принимать решения. Понимайте, куда вы идете. То есть, да, романтика, скажем так, военная, она присутствует, там, техника, ездить, там, стрелять и спускаться с веревок и самолетов, вертолетов, все это, конечно, здорово. Но надо понимать, если вы идете в пехоту, то будет тяжело, будете сидеть в лесах, будет холодно, будет слишком жарко, будет неудобно. Но это часть работы. Там, каждая, опять же, специальность имеет свою специфику, свои трудности, поэтому надо смотреть на эти вещи реалистично. Если вы боитесь, скажем, призывникам, кто должен идти на призыв, если молодой человек, и он спортом не занимался, как я, не бойтесь. Вы, тело окрепнет ваше, вам потом будет уже легче. Поначалу, конечно, будет трудно. То есть, трудности не везде есть. И надо реально смотреть на вещи. Продолжение следует...